Нижегородская ярмарка Добрый день. Добрый день. Ну, собственно, вы только что с пленарного заседания. Расскажите нам, о чем там обсуждались, какие темы там обсуждались, о чем говорили. Мы говорили о государственной национальной политике, о стратегии госнацполитики и о ее информационном сопровождении. О том, что, в общем, достаточно серьезные проблемы у нас в обществе возникают не только со стратегией госнацполитики, а вообще со всеми государственными документами. Когда вроде бы даже хорошие документы принимаются, но потом они не объясняются, не разжевываются, не дискутируются в обществе, а просто выкладываются к исполнению. И дальше мы удивляемся, почему исполнение такое странное. Ну, потому что, наверное, не потрудились рассказать людям, и для чего это было принято, что с этим делать, и что от этого всем будет хорошего. Вот такая же история происходит и со стратегией государственной национальной политики. Она была принята еще 19 декабря 2012 года. То есть практически скоро будет два года, как существует очень серьезный документ в нашей стране. Страна многонациональная, 193 народа, все мы живем в мире и в согласии достаточно давно. Бывают проблемы, не будем скрывать, да, разные. Но, тем не менее, вот если посмотреть общий мировой тренд, как живут в других государствах, намного менее мультинациональных, чем мы, то, конечно, мы в этом плане, впереди планеты всей. Только мы вот это знание, оно нам с трудом дается. Мы все время привыкли быть какими-то отстающими или догоняющими, или еще что-то такое. Но вот понять, что мы действительно, наше государство, российское государство, как бы оно ни называлось в разные этапы своего развития, оно выработало такой уникальный опыт существования в рамках одной страны разных народов. И эти народы не теряются, обратите внимание, в отличие от Западной Европы, от всего остального мира, у нас не исчез ни один народ и ни один язык за последние сто лет. Этим похвастаться вообще никто не может. Но мы как-то считаем, ну и что? Ну и да. То есть, знаете, надо уметь не только свои проблемы видеть, но и видеть свои достижения, гордиться ими и как-то их дальше преподносить миру. Как минимум, как некий такой пример и, возможно, достойные подражания. Так вот, стратегия, принятая у нас еще в 2012 году, она содержит очень серьезные моменты и в плане, скажем так, терминологии, и в плане важных направлений, в которых мы должны двигаться. Но стала ли она предметом общественной дискуссии? К сожалению, нет. Является ли она в информационном сообществе нашем каким-то, скажем так, документом, который является отправной точкой? Вот что-то не так произошло или так произошло. Мы говорим, да, мы вот в русле или нет, мы отклоняемся. Ну как же, мы же с вами решили, вот в стратегии написали, что будет так-то и так-то. Зачем же мы делаем по-другому? Вот этих всех элементарных, казалось бы, вещей, их нет в нашем информационном пространстве. Стратегия живет своей жизнью, страна и информационное пространство, и журналисты своей жизнью. Это большая проблема, это очень опасная проблема. Посмотрите, что у нас сейчас происходит на Украине. Да, ведь, к сожалению, и это не секрет, и об этом говорилось сегодня на Конгрессе, существуют кибер-ВСК, да, которые занимаются войной в информационном пространстве. И более того, я, например, с удивлением услышала вот только что от одного из докладчиков, что еще с 2010 года, к сожалению, у наших заокеанских партнеров, тире, я не знаю, как назвать, да, визари наших заокеанских, у них в стратегии написано, что у них наступательная стратегия информационной войны, понимаете? То есть на самом деле они границы не переходят, но они давным-давно в своих документах написали, что они занимаются наступлением на информационное пространство других территорий. Но вот как-то не осознавать этого всего, делать вид, что этого нет, наверное, неправильно. И это как-то неразумно, тем более в нашей стране с таким интеллектуальным потенциалом и с такой мощной школой журналистской. Вот, собственно, об этом мы говорили. Говорили о том, что надо уже перестать прятать голову в песок, вынуть ее оттуда, осмотреться и понять, что мы можем сделать, и как-то мобилизовать свои ресурсы. У нас огромный исторический потенциал, у нас огромный опыт исторический, которого, повторюсь, нет ни у кого. Вот ни у кого в мире нет такого опыта, как в российском государстве, проживание разных народов и сосуществование вместе, взаимопроникновение культур, движение вместе, ни у кого нет. Но мы как-то, говорю, мы так стесняемся этого, и это очень странно. Поэтому мы вот этот опыт должны поднять, поднять современные технологии, соединить и сделать какой-то новый, я бы даже сказала, продукт интеллектуальный. Вот это наша очень большая задача сейчас. Ну а что нужно, чтобы журналисты стали опираться на эту стратегию, больше на нее обращать внимания? Ну, вы знаете, здесь целый комплекс проблем. Прежде всего, вот я как журналист, тоже действующий, вижу, что есть проблема недоверия. Власть не верит журналистам. Журналисты не верят власти. То есть у нас вот эта разобщенность внутри общества, она очень опасна для нас. Власти считаются, власти кажется, что она лучше знает, что нужно освещать. Поэтому часто, особенно в регионах это бывает, да и в центре тоже, идут какие-то прямые указания. Вот это надо, вот это не надо. Ну, давайте заниматься каждым своим делом, давайте доверять друг другу. Потому что журналисты знают, как надо, чтобы было интересно. А власть пускай знает, как надо управлять страной, а не управлять журналистами. Это разные вещи. Вот, понимаете, подменять одно другим, это контрпродуктивно. И более того, в нынешней ситуации это опасно, потому что это нас всех вместе ослабляет. Журналистам начинают меньше верить, потому что говорят, да они марионетки, да о чем с ними говорить. Им что сказали, то они и сделали, да. Они вот не могут там не покритиковать что-то, не выступить в защиту кого-то, чего-то, да, пока им не дадут отмашку. Значит, ну, зачем мы будем им доверять? И мы видим, как падают рейтинги доверия в обществе к журналистам. А с другой стороны, значит, у власти тоже возникают проблемы. Как она может узнать, что происходит, какие-то проблемы в каких-то отдаленных частях? Это уже когда у нас случилось Пугачева, Бирюлева, да, тогда мы начинаем хвататься за голову. А что, симптомов не было до этого? Да были они. Но были ли они в информационном пространстве? Нет, их там не было, потому что закрутили гайки. Сказали, нет, мы не будем об этом говорить. Ну вот мы не будем, получили народные сходы. Вот кто от этого выигрывает? Понимаете, вот от честной позиции и от ситуации, когда каждый делает свое дело и не лезет в другую сферу, да, другой власти, скажем так, четвертой, выигрывают все. Когда мы начинаем друг друга дублировать, мы мешаем друг другу и только увеличиваем напряженность в обществе. Это большая проблема. Проблема недоверия друг к другу. Хорошо, давайте вот все-таки вернемся, да, к освещению этнической тематики в российских СМИ. Вот на ваш взгляд сейчас достойна ли она, эта тема освещается, и как же она все-таки должна быть? Она от года к году освещается все лучше, потому что если вот еще несколько лет назад, ну лет 6-7 назад, это вообще была табуированная тема в информационном пространстве. Нет, о чем у нас дружба народов, да ну о чем, здесь не о чем говорить. То сейчас уже все больше журналистов, которые рассказывают и о проблемах, пытаются анализировать, да, не только праздники и фестивали показывают, хотя это тоже важно, и это тоже надо уметь показать вкусно, чтобы это не было приторно, чтобы это вот не вызывало отторжения. А часто это тоже ведь бывает, да, мы сейчас вам так покажем ваш праздник, что вам станет тошно, и вы не захотите больше на это смотреть, да. Это тоже непрофессионально. На самом деле это непрофессионально, потому что в традиционной культуре наших народов, а я повторюсь, их 193, такой колоссальный опыт, это 193 философии, взгляда на мир. Вот это все показать и каждый раз преломить для каждой конкретной ситуации, будь то, я не знаю, экономика, будь то воспитание детей, это безумно интересно. Этот опыт, который шлифовался веками, это не просто так кто-то себе придумал, в носу наковырял, а это, понимаете, такая вот вещь, которую опробовали веками. Это, скажем так, очень высокотехнологичный, скажем так, да, опробированный опыт. И его просто нужно уметь поворачивать, вот в этом проблема. Пока еще не научились, нет пока знаний, не у всех, уже очень много людей, которые успешно это делают, их становится все больше. И вот наш конкурс, который сейчас тоже собирает работы, конкурс «Смиротворец», это журналистский конкурс, где мы смотрим и оцениваем работы журналистов со всей России о том, как грамотно мы освещаем межнациональную тематику. В этом году спецноминация конкурса – это «Русский мир». Русский мир не в плане этнический русский мир, а вот именно русская цивилизация, цивилизация нашего государства российского, которая вот на таком огромном пространстве построена. Она построена на несколько других принципах, чем, допустим, англо-саксонские цивилизации. Но мы этого не осознаем. Это мы должны проговаривать в нашем пространстве. Мы должны уметь это сказать, мы должны это уметь передать и друг другу, подискутировать о чем-то, и молодому поколению передать. Но для того, чтобы уметь, надо знать. Ну вот все лучше и лучше это получается. Но мы сейчас продолжаем прием работ до 1 октября на конкурс «Смиротворец». Милости просим тех, кто журналисты, чувствуют в себе силы. Были у них работы на эту тему, мы с радостью их оценим. Причем у нас конкурс, он не просто, знаете, так вот конкурс оценили и до свидания. Конкурс – это только способ найти, скажем так, братьев по вере и братьев по крови. Потому что если мы видим, что человек талантлив, если ему не все равно, что происходит в этой сфере, обязательно в конкурсе есть огромная обучающая программа. То есть мы стараемся в эти несколько дней, когда мы вызываем в Москву на церемонию награждения, идет огромное обучение, обмен опытом. Мы вводим в лучшие редакции лучших СМИ для того, чтобы обменяться опытом. И у людей потом, они говорят, мы были два дня в Москве, а ощущение, что мы месяц здесь, потому что информационный прессинг колоссальный. Да, и вот мы стараемся дать знания, потому что сила журналиста в его профессионализме, в его знании – это его конкурентоспособность. То есть фактически мы находим лучших и еще больше увеличиваем их конкурентные преимущества по отношению ко всем остальным коллегам. Вот такая особенность нашего конкурса «Смиротворец». Поэтому вот в этом плане мы тоже действуем, мы тоже двигаемся. Знаете, здесь невозможно сидеть и ждать. Вот межнациональная ситуация, вот стратегия госнациональной политики. Сейчас нам государство все скажет, мы его услышим, оно за нас все сделает. Вот сейчас это уже невозможно. Сейчас каждая из частей нашего общества, каждый гражданин может что-то сделать. Каждый журналист может что-то сделать. И каждая структура тоже может что-то сделать. Главное – нам не мешаться друг другу, а скорее помогать. Вот, собственно, об этом пытаемся договориться сейчас на Конгрессе народов России. Ну, а вот сейчас будет мастер-класс по этой теме. Вот там, может быть, будут какие-то примеры, может быть, вы расскажете. Да, конечно, там будут примеры, мы покажем и какие-то моменты, как надо это делать, как не надо это делать. Потому что, ну, к сожалению, есть проекты, которые выходят при поддержке государственной, которые смотреть и слушать невозможно. Это очень занудные проекты. Это я называю отмыванием денег. Причем не всегда это делается умышленно. Иногда это делается искренне. Иногда искренне человек считает, что вот именно так занудно, скучно и неинтересно нужно рассказывать об межнациональной тематике. Вот я категорически против всего этого. И в то же время есть ситуации, как с тем же Бирюлёва, когда мы видели, как, к сожалению, благодаря работе журналистов накручивалась эта ситуация. И мы видели буквально вот как пять камер, которые сначала пять, потом их было одиннадцать камер, которые ходили. И люди уже практически успокаивались в западном Бирюлёва и уже пытались расходиться. Но существует эффект «Минуты славы». И люди видят, как же, ходят камеры, надо что-то такое сотворить, чтобы я попал в этот кадр. И люди начинали творить. Даже тогда, когда уже они не хотели ничего делать, но они хотели попасть в кадр. Понимаете, вот это все не учитывать невозможно. Были и позиции не очень корректные шеф-редакторов, которые не находятся на месте, они не видят ситуации, но в то же время дают указание журналисту. Ты должен снять, что все в районе боятся жить из-за мигрантов, что им страшно жить. Говорят, ну а если нет таких, если они не говорят, отвечает наивный журналист, значит, ты плохо делаешь свою работу. Значит, вот у кого кадр ярче, у кого, значит, драки больше, у кого морда и в асфальт больше показали, значит, вот лучшая работа журналиста. Что мы имеем? Мы имеем за счет этого эскалацию. И мы фактически раскрутили вот эту ситуацию в Бирюлево, она бы могла успокоиться, если бы в ситуации выходного дня информационного вакуума не слетелись все и не стали накручивать ее. А потом смотрели друг на друга, о, кто больше накрутил, давайте еще больше. То есть мы сделали здесь такую, знаете, рулетку устроили. Нужно ли говорить о том, что журналисты в том числе поучаствовали в раскрутке этого конфликта, помимо всех остальных, да? Да, нужно, мы должны честно об этом сказать. Да, ребят, мы это сделали. Мы это сделали. Ну а как же правильно, какова же должна быть правильная позиция? Правильная ситуация. Дело в том, что не всегда, очень часто путаются, не всегда этническая тематика связана с тем, что реально происходит. И журналист должен иметь профессионализм и честно видеть, связано это с межнациональной тематикой или не связано. Очень часто пытаются пристегнуть, допустим, к экономическим вопросам. Ну вот факт. Проходит информация. Значит, гастарбайтер убил своего работодателя. Все, о-о-о, да, кошмар. А давайте та же информация. Значит, вьетнамец убил, нет, не вьетнамец, а таджик убил вьетнамца. Да, как-то непонятно, чего таджик, за что им это в Вьетнаме сделал. На самом деле таджик был гастарбайтером, а вьетнамец был работодателем. А дело происходило в Самаре. Понимаете, вот в зависимости от того, как мы даем, какой контекст мы даем, какую дополнительную информацию мы вкладываем туда, но ведь суть-то была не в том, не в межнациональном конфликте, не потому что таджики не любят вьетнамцев, а суть была в экономическом конфликте, потому что работодатель не заплатил за выполненную работу. И да, и там было реальное преступление, но оно не связано с межнациональным конфликтом. Тем не менее, во всех информационных лентах оно пошло как межнациональный конфликт и конфликт мигрантов с работодателями. Но когда говорили, что работодатель вьетнамец, то сразу, о, это не наш. Понимаете? Вот буквально одна и та же ситуация, как ее можно с трех сторон раскрутить. Но от нас зависит, как мы ее будем крутить, как на самом деле было, а на самом деле было, что это было нарушение трудового законодательства и реально уголовное преступление, не имеющее отношения к межнациональной ситуации. Либо мы будем суда привязывать, либо мы здесь вспомним, кто какой национальности был. Так вот вопрос о том, упоминать национальность и в каком случае, это очень важный вопрос. И этот вопрос решается журналистом на месте. И это проблема из сферы его ответственности. Вот об этом будем говорить. В каких случаях надо, в каких не надо, а в каких обязательно нужно. И более того, опасно, если мы это не указываем. То есть главное это все-таки объективность. Объективность и профессионализм и знания. Потому что неподготовленный журналист, не знающий, что, допустим, был осетинно-инбушский конфликт, из-за чего он был, он не сможет разобраться, допустим, в проблеме, которая за тысячи километров от этого пригородного района может происходить, допустим, в Магадане или во Владивостоке. Но она корнями может быть связана вот с тем, что там было. Если он этого не знает, то его могут развести как ребенка. Его могут использовать в своих целях. И таких случаев тоже очень много. Когда журналиста используют, благодаря его незнанию, используют для того, чтобы транслировать обществу не совсем достоверную информацию. Вот чтобы не быть марионеткой в чьих-то руках, чтобы не разжечь, не дай бог, то, что не нужно, нужно быть профессионалом. Может быть, пора создавать какие-то курсы общероссийские? Ну, собственно, мы это делаем. Гильдия международной журналистики регулярно проводит такие круглые столы, семинары, тренинги, на которых мы конкретные ситуации отрабатываем. И конкретные моменты, так сказать, показываем, вот как поступать в этой ситуации, как в другой. Это все, конечно, нарабатывается. Просто нужно понять, что этому надо учиться. Вот как только мы поймем, что это отдельная сфера журналистики, особенно в нашей многонациональной стране, невозможно сегодня журналиста посылать на то, чтобы он делал репортаж о том, как прорвала консуляционная труба, а завтра этого журналиста кидать на межнациональную какую-то проблему. Вот невозможно. То есть он либо про одно расскажет хорошо, либо про другое. То есть нужно уважать, что это специализация такая же, как экономическая журналистика. Вот никому в голову не придет взять и, допустим, спортивного комментатора отправить в Большой театр рассказывать о премьере балета. Но в голову не приходит. Но сплошь и рядом приходит кого угодно отправлять на вот эти вот межнациональные проблемы. И потом мы получаем продукт, который мы получаем. Спасибо, Маргарита Арветовна, что сегодня пришли к нам в студию, уделили время. Отпускаю вас на мастер-класс. Спасибо. А нашим зрителям напоминаю, что это была студия Купол. Вы смотрели нас на сайте Время.Н. Оставайтесь с нами. Спасибо.